Всем привет! Начинаем очередное путешествие по Иерарте. Здесь выставка у нас Мордакул Нарембетов. Это известный художник. Его ими включено в список художников, создавших современное искусство Казахстана. Начало 90-х. Он был в авангарде. Вот как о нем пишет. Мордакул Нарембетов всегда являлся яркой индивидуальностью и бунтарской харизмой, что позволило ему состоявшемуся живописцу, осваивает новые для постсоветского пространства художественные формы, перформансы, инсталляции, акции. Надо, конечно, не забывать, что все было в Казахстане. Наверное, там вообще было это очень тяжело. Но я не знаю. Он входил в объединение художников «Трансавангард», которое было создано в 1990 году. А затем это объединение было переименовано «Козелтрактор». Так вот, Козелтрактор объединял художников. В основе их художественных концепций лежит обращение к древнему ритуалу, к шаманам, к каким-то суфийским обрядам. Ключевыми образами становится либо кочующий дервиш, находящийся в поисках истины и гармонии, либо камлающий шаман. Вот так написано в Ирарте. Я не знаю, что такое камлающий шаман. Попробую сейчас отыскать. Ну вот я посмотрел, что такое камлания. Написано так. Термин камлания происходит от тюркского слова «кам», что в дословном переводе значит «шаман». Поэтому камлать – это шаманить, то есть выполнять специфическую шаманскую деятельность. Вот нашел интернет – великая штука. Так вот, на выставке «Черные вихри» на синим или зелено-голубом фоне представлены программные работы Молдакула Нарымбетова, который отражает период творчества «Козелтрактор», получивший название «Трансавангардный шаманизм». Посмотрите эти работы. Я, наверное, что-то не понимаю, но я как-то спокойно прошел по этим залам. Особенно меня почему-то они не впечатлили. Ну, короче говоря, кому-то это нравится. А если кому-то это нравится, ну, значит, нравится так и нравится. Все, всем пока. Всем привет. Все вам показал. Это была выставка «Черные вихри» на синим или зеленом-голубом фоне Молдакула Нарымбетова, Казахстан. Все, пока. Всем привет.